Сегодня рано утром из столичного Шереметьево в Бразилию вылетел самолет с российской олимпийской сборной на борту. Чтобы проводить спортсменов и пожелать им удачи, в аэропорт приехали официальные лица и обычные болельщики. В Москве тем временем стали известны именно те, кто будет пытаться не допустить повторения допингового скандала, из-за которого многие атлеты сегодня не сели на самолет на Рио-де-Жанейро. Репортаж Павла Краснова. После всего, что им пришлось пережить за последнее время, после обвинений в повальном употреблении допинга, угрозы отлучения от Олимпиады, все, что связано с отъездом в Рио, для них приятные хлопоты. Даром, что на часах раннее утро. Спали 3 часа 5 утра, мы счастливы, мы смеемся, мы улыбаемся, мы едем в Рио. Россию трудности только закаляют. Напряжение этих дней не меньше, чем на соревнованиях, да и решение мог все же позволить российским атлетам выступить на Олимпиаде сродни выигранному поединку, за которым, как и за всем, что связано с нашими олимпийцами, следили и болельщики, следили, переживали и вот теперь приехали в аэропорт проводить свою команду. Роза, приносящая победу! Смех, спасибо! Эта поддержка им действительно нужна как воздух и тем, кто едет, и тем, кто остается. Отправляющиеся в Рио спортсмены обещают гимн России на Олимпиаде будет звучать и в честь тех, кого отстранили от игр в Бразилии, несмотря на то, что к допингу они никогда не прикасались. Очень жаль, что с люкатлетами так обошлись, просто гнусно обошлись. Но мы будем стараться и за них будем стараться выступать. Но и тех, кто отправляется спецрейсом в Рио, по прибытии ждут новые испытания. К соревновательной нагрузке наверняка добавится повышенное внимание со стороны прессы и антидопинговых офицеров, которым наши атлеты будут вынуждены доказывать. Места на пьедестале они зарабатывали, не глотая таблетки, а проливая пот на тренировках. Для вас, я думаю, сейчас будет болеть действительно вся страна. И болеть в два раза сильнее, чем раньше. Я хочу вам пожелать, чтобы вы сохраняли свой боевой дух, не отвлекались ни на какие возможные инсинуации и провокации. Шли к намеченной цели так, как вы шли к ней всю жизнь, готовясь к Олимпийским играм, к вершине спорта. Ну а в России проблемой допинга тем временем займется вновь созданная независимая общественная комиссия. Ее председатель, почетный президент Олимпийского комитета страны Виталий Смирнов сегодня объяснил, задача комиссии не покарать провинившихся спортсменов, а создать систему, при которой проблемы в нашем спорте уйдут в прошлое. В последние годы в России проведена большая работа по построению антидопинговой системы, которая была одобрена соответствующими международными спортивными структурами. Вместе с тем, надо признать, что эта система дала сбой. Надо сказать, что любая система не идеальна. Ее необходимо постоянно совершенствовать. Одна из главных задач комиссии – подготовка национальной программы антидопинга, обеспечивающей чистоту и прозрачность российского спорта, а также возвращение доверия к нему со стороны Международного олимпийского движения. В состав комиссии вошли 30 человек. Это и знаменитые спортсмены – Вячеслав Фетисов, Ирина Роднина, Александр Карелин, главы федерации, ученые, занимающиеся спортивной медициной, юристы и просто известные люди, такие как Денис Мацуев и Константин Эрнст. В будущем в комиссию могут войти и иностранцы, представители МОК или Всемирного антидопингового агентства. В вопросе борьбы с допингом Россия готова сотрудничать со специалистами из-за рубежа, хотя в комиссии подчеркивают, обвинения в государственной поддержке допинга в любом случае безосновательны. У нас нет государственной политики, государственной линии, направленной на поддержку допинга. Это исключено. Это я знаю и по собственному опыту, и я, в общем, неплохо ориентируюсь в этой ситуации. Понимаешь, всегда есть соблазн, конечно. Вот давайте докопаемся, где это там, откуда это пошло. Докопаться до истоков проблемы и понять, насколько глубоко она поразила российский спорт. Сейчас для комиссии эта задача номер один. При этом Виталий Смирнов настаивает. К спортсменам из разных стран антидопинговые структуры должны относиться одинаково. Сейчас отношение к нашим атлетам предвзятое. И одна из причин в том, что на международном уровне их интересы некому защитить. Как известно, при ВАДе действует комиссия спортсменов, но Россия там никак не представлена. Получается, что нам спускают решение, которое обсуждается и принимается без нашего участия. Насколько вы считаете эту ситуацию правильной? Я считаю, что это произошло по нашей вине. Мы сдали свои позиции во многих федерациях. Мы сдали свои позиции, потеряли свои позиции в самых массовых по представительности в международных федерациях лёгкоатлетики и плавания. Мы можем сказать, что у нас очень неустойчивые позиции в целом ряде других федераций. То есть у нас были президенты, у нас были вице-президенты, у нас были члены исполнительных комитетов. То есть люди, которые активно работали. Я напомню, что возглавлял комиссию спортсменов в своё время фетисов. Сейчас это место заняла член МОК Бекки Скотт, олимпийская чемпионка по лыжному спорту. Но так вот получил, что все они канадцы. И дип-паунт оттуда, и штаб-квартира в Монреале, Макларен и Бекки. Это явно наше упущение. Раз так, то, по мнению Виталия Смирнова, это упущение нужно исправить. Впрочем, это будет уже после игр в Бразилии. А в ближайшее время нам предстоит переживать за успех наших олимпийцев. За победой. За победой? В русском. Сугомо никак.